Который закрыл сразу два высоких звания в этом году! Для поздравления мы приглашаем территориального директора по Сибири и Дальнему Востоку Наталью Гришаеву! А прежде чем я расскажу вам об этом лидере, внимание на экран! Сибирь и Дальнему Востоку Наталью Гришаеву! Сибирь и Дальнему Востоку Наталью Гришаеву! Пусть в домах дадает радость, и время будет для семьи! Пусть жизнь и вкус приносят сладость, и воплотит мечтый день! Ты сердцем к этому стремилась, об этом был твой весь счет! С преградами ты не мирилась, хоть было очень тяжело! Окружена нашим почетом, на новую зашла ступень! Тебя с карьерным новым взлетом спешим поздравить в этот день! Поднимем бокалы за нашего Лидия, Ирину Басюк! Бриллиант в слове! Дальнему Востоку Наталью Гришаеву! 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 Продолжение следует... 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 Вы посмотрите, сколько было с вами за этот год, было за 9 месяцев, то есть я открыла, то есть выдала 4 группы, и при воздатах товарооборота составил 40 тысяч баллов в персональной группе. А в следующем видео я могу рассказывать бесконечно. Например, Ирина Исаева, которая сделала этот ролик, я, здравствуйте, я ее делала. Конечно, это был очень большой сюрприз, потому что вся команда из разных городов России. Она, три года я ее оговаривала, год она была дисконтно потребителем, еще год на 9%, а сейчас буквально открыла квалификацию, и у нее еще два директора, квалифицируются на звание директора. Зоя Никитина, пенсионер, 56 лет. У кого есть мама примерно в этом возрасте? Есть? Есть? Зоя Никитина, часть из внуков, работает вахтовым методом, и на работе, и дома, между тем вот этим бытом, работает в интернете. Галина Татьяна, ее директор, девушка, которая пришла на пробнике, еще год она не размещала заказы, Зоя ее каждый каталог уговаривала сделать хотя бы на сколько добавок. И она пришла, ну как-то пригласила ее группу ускоренного роста. С тех пор она встала, она поняла, что это ее. Быкова Юля, девушка пришла с двухмесячным ребенком, а поработать 9 месяцев, открыла квалификацию директора. Я могу еще очень много рассказывать, но хотела рассказать о том, насколько важна команда. И первый момент у меня был день рождения, я думала, что это будет банальный какой-то, ну, как обычно, что-то новое, еще очередной год. И было очень грустно, почему? Потому что буквально через несколько дней я переезжаю с мужем в Омск. Я с ним не видела три месяца, его уже туда перевели, и, ну, хотела, конечно, кругу близких встретить. И я решила в этот день отдохнуть от интернета. Но мне приходили смс, Ира, ты где? Дома. Ну, вот и где, почему ты не в интернете? Позже буду. Потом дальше опять смс, звонок, Ира, ну, где ты? Пожалуйста, вот у нас будет командный вебинар в 13 часов, пожалуйста, приди. Я спрашиваю, ну, дайте день рождения, хотя бы мне не выходить в интернет. Ну, ладно, если я нужна на команду в вебинаре, ладно, я буду. Не можешь, ну, вот, сделай все. И когда я вышла в интернет, я просто обалдела. Там был не только шкал, всего сообщений. Ай, 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 ну, хорошо, вот. Во-первых, я получила вот такой подарок. А может быть, он ни о чем не скажет. Но когда я увидела эту фотографию, это все единорск разных голосов России. И вот с какой-то шо они это делали. Дальше мне разросся звонок от девушки, которая живет в маленьком поселке Октябрьский, Самарской области. Она говорит, Ирина, ты дома? Я говорю, да. Она говорит, открывай дверь, я говорю, зачем? Открывай его, зачем? Это от меня курьер. Какой курьер? Открываю там курьер с цветами, с розами, с шикарным букетом, дорогой, конфет. Это от меня курьер. И я, понимаете, у меня был шок, у меня муж не додумался, присылает мне онлайн. Понимаете? А тут девушка с поселка Октябрьский, кстати, курьер вот стоит. Это сын, это Владимир Локон, сын Светланы. Дальше тот вебинар, который 13 часов, который был просто, как это, ну я должна была поддержать чем-то команду, оказался вебинар, который организован был с поздравлениями, с песнями. Каждый лидер брал микрофон, именные песни и стихи меня вообще. Вот я просто целый день, я любила, отчасти, не знала, что это такое. Каждый час был какой-то сюрприз, для меня это был шок. Оказывается, можно онлайн не только работать, но делать день рождения. Я теперь примерно понимаю, что такое, как он там, он сэп-сэпс как, да, вот, да, вот что-то по интернету. Я не пробовала, наверное, это тоже можно. В смысле, ну, обратно вернулась. Да, хотела сказать, что я отношусь ко всему к символикой, да. Когда мне муж попросил придумать какой-то подарок, вот реально, вот на уровне на этом, вот, как тяжело придумать, какой ты хочешь подарок. Боже мой, тем более муж знает, что я могу в любую секунду, вот как девушка, пошла в магазин и потратить от 100 рублей до 100 тысяч, причем у меня свой счет, у него звон, не знаю, сколько у меня денег, он примерно спрашивает, ну, сколько примерно, ну, плюс-минус 50 тысяч, вот, тысяч, и такая сумма. Вот, он, 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 потолковник ракетных войск, поэтому у него свой бюджет. Поэтому, вот понимаете, Арифлейм дает, вот, делать так, не давить ни от кого, работать, наслаждаться жизнью. И когда я увидела вот это колечко, у меня шоке запреслись. Ой, я придумала, я придумала. Посмотрите, как символично. Сапфир и бриллианты. Правда? Да. 20 бриллиантов. Ну, это у меня сразу сработало и тут, так, это, так, 10, это нужно мне в первом уровне сделать, так, 17, это как раз у меня по счету в структуре, то есть вот это колечко я ношу. До этого я звонила кулон с двумя логотипами Арифлейм, это название. В новогоднюю ночь, как я говорю, в дне рождения, я получаю еще один сюрприз, которым очень-очень долго стремилась и ждала. Это я победила при помощи моей команды и всех знакомых, кто за меня голосовал. И я поеду на идею высокой мудрости и буду из зоны. Понимаете, быть моделью и носить чужие платья, это одно. Если я работала бы финансистом, я бы на ферке могла себе позволить носить платье от Кирсачи и шубу от Роберта Коваля. Это была моя спонтанная покупка, которую я существовала в Париже. Я не хотела тебе ничего покупать, потому что я уже все, что хотела, я купила. Арифлейм дает такие возможности. И мой секрет успеха, это прежде всего, должна быть такая цель, такая мечта, которая будет вас поднимать. Поднимать место, вы будете просыпаться, не важно, как в 3-5 ночи у вас должна быть идея. Вот такая будет мечта. Если мечты нет, то вы будете всегда искать себе оправдание, почему у меня не получилось. Второе, обучение личностный рост. Что хочу сказать. Да, вам нужно сейчас постоянно изучать какую-то информацию, быть в тренде, в теле, но, поверьте, не надо много учиться. Открыли видео, посмотрели, читаете книгу. Как только пришла какая-то мысль, сразу закрываете книгу, на ютубе ставите паузу и делаете. Делайте то, что вам сердце подсказало, что именно делает. Не надо быть умным. Часто у нас бывает умный и ветвый, согласитесь. Надо просто делать. Третье, действие приоритеты. Думайте, что будет более эффективнее. Что нужно делать? Составляйте планы. Следующее, это то, над чем мы работаем ежедневно с нашей командой. Это система рекрутирования. Это система сопровождения новичков. Эта система работает с потребителями. Это отдельная категория. Дальше, нам надо как-то продвигать наши продукты, в том числе и в Веланн, чтобы все знали, не просто были переписи в населении, а умели пользоваться продукцией. Когда мне говорят, что продукт не работает, 99% что они просто неправильно его применяют. И, конечно же, это система обучения ключевых консультантов, менеджеров и лидеров. Если у вас в системе, если нет какого-то пункта, обращайтесь к вашим вас, потому что все мы берем в компании Алиплей, лишь просто перерабатываем на онлайн. И последнее, это, конечно же, вашего успеха не будет без ключевой команды. Это самое главное, это сердце ваше, это ваше душа. И когда у вас будет команда, самое важное, что нужно знать, и что важно запомнить, вам нужно как можно раньше научиться делегировать. Делегировать самую маленькую, легкую, рутинную работу, которую может сделать кто-то. Пусть новичок что-то взамен, дайте обещание и скажите, что я буду для тебя делать вот ту-ту-ту работу, которую на данный момент ты не сможешь сделать. Самое главное, таким образом, всего, старостная цель, обучение, действие системы работы и, конечно же, команда. И у вас все получится. И обучайте людей обучать. Я вам желаю новую память. Вперед за золотом. Сделайте это два раза. И вы бриллианты. На самом деле, я хочу сказать залу, что работать онлайн тяжелее, чем онлайн, потому что ты не видишь глаза человека, ты не можешь не взглянуть, подержать человека за руку. Ирина очень большая друженица, она каждый день без выходных работает по 10-12 часов. Она не зря вам говорила, что день рождения не хотела включать компьютер, потому что иногда нужно отдыхать, потому что это действительно огромная концентрация. Но это приносит результат. И это действительно красота, здоровье, а самое главное, исполнение мечтаний ваших людей, а, соответственно, и ваших. Друзья, искупайте в овациях нового приятного вас, я не думаю, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok